При поступлении в ВУЗ эта профессия не казалась сложной, да и сейчас ему проще работать скальпелем, чем шариковой ручкой. Он активно внедряет современные технологии в подведомственных учреждениях, но не прочь вернуть кое-что из советского прошлого. Во вторник, 1 февраля, свой день рождения, отмечит министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов. Накануне с главным медиком региона пообщалась наша съемочная группа. На часах 9.00. Мы в кабинете министра здравоохранения Тверской области. Уже второй год эту должность занимает Сергей Козлов. Профессиональный хирург, он и в органах власти уже не первые десятки лет. Был депутатом городского, а затем регионального уровня. И тем не менее, Сергей Евгеньевич и сейчас говорит, что ему проще работать за операционным столом, а не за этим скипой бумаг. Органы исполнительной власти, это, конечно, там очень тяжелый, такой настоящий серьезный труд, когда люди не считаются ни со временем, ни со своими желаниями, выполняют большой объем работы. В медицину, которая ему вовсе не казалась чем-то страшно сложным, он пришел более 40 лет назад. Трудиться по специальности начал еще во время учебы в Калининском мединституте. По окончании вуза, как и любой советский выпускник, честно отправился по распределению в Торжевскую ЦРБ. Четыре года работы в которой особенно врезались в память. Каждый случай казался уникальным. Каждая победа над болезнью радовался, потому что это действительно было сложно в районе. При отсутствии оборудования все держалось на энтузиазме. Вернувшись в Тверь, Сергей Евгеньевич прошел все ступени в целом ряде городских клиник. В результате дорос до высокого и очень ответственного звания главврача. Сначала в больнице скорой помощи, которую до сих пор все знают как четверку, затем в ОКБ. Было непросто, поскольку отвечаешь уже не за свой скальпель, а за сотни пациентов и подчиненных. Ведь медицина – особая сфера. Врачи всегда отмечены особой печатью. То есть это люди, которые в гуманной профессии, как правило, люди очень интеллектуальные. И не просто так пришли в специальность. Вот найти каждому свой подход, как говорится, ключик, это достаточно сложно. Теперь, как у министра здравоохранения, у него совсем другие хлопоты. Главная проблема теперь – это не как когда-то в Торжке дефицит современного оборудования. Сейчас главный вопрос кадровый. В первую очередь в районах ЦРБ и особенно на селе. Мало кто соглашается ехать в районные центры, где, конечно, уровень жизни другой. Даже те, кто там родился и вырос, они тоже стараются уехать и закрепиться в крупном городе. Потом частная медицина очень много отнимает кадры. Выход здесь только один – возвращение советской системы распределения, рассказывает нам Сергей Евгеньевич, возвращаясь к работе. Дело в этот понедельник надо перелопатить вдвойне. На вторник, 1 февраля, он взял себе однодневный отпуск, чтобы встретить день рождения в кругу семьи. Правда, совсем о медицине забыть, скорее всего, не получится, шутит министр. Наверняка в этот вторник найдется тот, кто позвонит не только с поздравлениями. Но по-другому и быть не может у человека, который ответственен за здравоохранение целого региона.